Привет, дорогая! И все, кто может поднять себе самооценку, просто надев каблуки. Если ты идешь на них по жизни, вероятность не упустить своего героя максимально возрастает. В школе или университете молодой леди носить каблуки не совсем уместно. Но стоит тебе перейти черту юности и стать прекрасной бизнес-вумен, как начинается совсем другая история. Заинтригована? Конечно! Ведь с тобой снова шпильки-чарт! Меня зовут Женя Петрова. И да, настало время открыть секреты. Излишнее любопытство, как ты знаешь, это порог. Так что срочно отгоняй от экрана своего парня. Все, что я сейчас расскажу, мужчинам знать совсем не обязательно. А вот нам, девочкам, очень даже полезно. Ведь каждый из нас скоро начнет широко шагать по карьерной лестнице, на которой почти всегда встречаются служебные романы. И здесь важно не оступиться и не покатиться кубарем вниз, а достойно выдержать интриги, поднимаясь выше и выше. Как построить карьеру и личную жизнь одновременно, мы сегодня и обсудим. Подруга, ну вот давай представим, что ты устроилась на работу в перспективную компанию, где уже трудятся такие же перспективные молодые люди. И вот ты проходишь мимо работников и сразу же замечаешь на себе десятки заинтересованных взглядов. Не спеши ловить их все и тем более отвечать неоднозначной улыбкой. Сначала нужно осмотреть каждый экземпляр отдельно и выслушать все сплетни женской половины населения офиса. Они-то уже многое знают и наверняка прошли через любопытные истории. На парня, про которого истории будет меньше всего, можно смело обращать внимание. Меня зовут Женя Петрова и ты смотришь «Шпильки-чар». И сегодня мы не просто сплетничаем, а делимся полезными советами. Допустим, ты выбрала себе объект обожания, ради которого на работу ты будешь краситься, как на собственный день рождения. Тут есть одно главное правило. Не пались. Внимание нужно проявлять постепенно и якобы случайно. Сегодня добавила его в друзья, завтра послала смайлик. И только послезавтра можно угощать его пирожками собственного производства. Но не забывай и про остальных коллег. Накорми вкусняшками всех, а ему выдели самую большую порцию. Он это обязательно оценит. Тут главное, чтобы твой кулинарный талант себя не подвел. А то двойная порция может быть воспринята как оскорбление. Дорогая, раз уж мы заговорили о еде на работе, не стоит забывать про волшебный час в любой будний день – обед. Часто местная столовая – не самое лучшее место для свидания. Но есть же еще и офисная кухня, которая повидала множество разных интриг. Здесь заваривалась лапша быстрого приготовления, разливались рекой чай и кофе. В общем, вершились судьбы и строились жизни. Так что запомни, выпить чашечку чая – это не просто предлог передохнуть на работе, но еще и повод поговорить с симпатичным коллегой о том, что интересно только вам. А ты знаешь, что флир и зеленый чай очень полезны для здоровья. В эфире «Шпильки-чарт» и с тобой я, Женя Петрова. Девочка моя, ты должна помнить, что крутить романы с начальством – это всегда чревато последствиями. И я сейчас говорю не о повышении, не о поездках на выходных за границу и даже не о новых платьях, а о том, что после этого может быть. Ты можешь стать героиней самых громких сплетен и, как следствие, лишиться работы. Зачем тебе это надо? Хотя я забыла про еще один вариант. Ведь шеф не обязательно должен быть женат. Но вероятность этого так же мала, как найти свой размер в самом конце распродаж. И если ты все-таки наткнулась на такой экземпляр, хватай его и беги. Но только не забудь его полюбить. Шпилька моя, если твой роман на рабочем месте уже в самом разгаре и сообщение в чате ты печатаешь так быстро, что клавиатура буквально дымится, тогда тебе необходимо знать, что в ваши отношения могут встрять коллеги. И вот что может послужить поводом для сплетен. Если ты работаешь за компьютером и при этом улыбаешься во весь рот, если ты уходишь с работы раньше, если ты уходишь с работы позже, если ты уходишь с работы вовремя, но все равно улыбаешься. Ой, ну ты поняла, поводом может стать любое твое действие или бездействие. Будь осторожна, когда в одном месте собирается слишком много шпилек, да еще и свободных. Правил для них почти нет. Есть только цель и способы ее достижения. Дорогая, если ты решила завести роман на работе, но не из-за чистой любви, а из-за большого желания устроить свою карьеру, то я даже не знаю. Не, ну правда, так же нельзя? Конечно, есть такие добрые истории, как в фильме типа «Служебный роман», где в конце все равно любовь и хэппи-энд. Но это же, извиняюсь, Советский Союз. Там ведь секса не было. Поэтому при любых обстоятельствах приходилось влюбляться, заводить семью, а потом уже. А сейчас все решается по-другому. Раз, и ты уже главный менеджер, два, и уже замначальника. Нет, так дело не пойдет. Давай лучше, как в старые добрые времена. Хочешь карьеру – работай. Хочешь отношений – люби. В эфире MTV и самые правильно обучающие шпильки чар. Меня зовут Женя Петрова. Девочка моя, предупреждаю тебя, что служебный роман очень мешает работать. Понимаешь, ведь на лестнице, в лифте, в комнате для ксерокопирования, на кухне и где там еще можно, там сложно развивать свои профессиональные способности. Да, опыт какой-то ты получаешь, но в резюме его вряд ли потом запишешь. Так что будь умной девочкой и пойми для себя, что для тебя важнее – сомнительная интрига или карьерный рост. Подруга, если ты по уши влюблена в своего коллегу, первым делом ты будешь стараться привлечь его внимание внешним видом, конечно же. Здесь будь осторожней. Если ты решила напялить на себя юбку, в которой ты всегда стопудово проходишь фейс-контроль в клубе, то в офисе ты его не пройдешь. На работе такая длина приравнивается к тому, что ты пришла без юбки вообще. И даже не думай совмещать ее с прозрачной блузкой. Да, внимание ты так себе привлечешь, но не нужно. А если тебя отправят домой переодеваться – это провал. А если тебя отправят именно он, то вообще, видимо, нужно будет менять не только одежду, но и, возможно, работу. Ты смотришь МТВ и самый подготавливающий к жизни шпильки чат. С тобой я, Женя Петрова. И я готова вновь заглянуть на свою рабочую почту. И я в обязательном порядке читаю каждое приходящее письмо. Вот мне пишет Мила Федорова. Дорогая Женечка, ты молодец, всегда успеваешь хорошо выглядеть, много работаешь, как вообще у тебя на все хватает времени. Я, конечно, все понимаю, но зайди, пожалуйста, за зарплатой. Она тебя уже неделю ждет. Ой, правда, я совсем забыла. Хорошо, что напомнили. Дорогая, я покину тебя буквально на пару минут. Сама понимаешь, дело важное. Ах, новое платье подоспела. Подожди секунду. Шпилька, напоминаю, что мы говорим о служебном романе. Когда ты устраиваешься на работу, ты даже предположить не можешь, кого встретишь среди своих коллег. Вот мне, видишь, повезло. Но скажу тебе по секрету. Иногда лучше просто держать себя в руках. Да, Эштон красив, талантлив и умен. Но мне такая слава не нужна. Ведь опять начнутся эти статьи в желтой прессе, вспышки камер, обсуждения. Надоело. Да и занят он уже. Мила Кунис меня обскакала. В таких случаях лучше сразу себя настроить на полный игнор. И даже не смотреть в его сторону. Эштон, не жди меня. Я же на диете. Иди в столовую один. А вообще, дорогая моя шпилька, лучше разделять понятия любовь и работа. Так даже интереснее. И можно все больше развивать себя в разных сферах. И поверь, добиться успехов в личной жизни намного нужнее и дороже, чем в офисе. Поэтому будь счастлива и довольна, как сейчас, пока ты смотришь шпильки-чарт. С тобой была Женя Петрова. И совсем скоро мы снова увидимся на MTV. И помни, подруга, ты лучшая.